Но вообще жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть — это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемое тобой решение... Нет, не в этом смысле просто... Вы меня натолкнули на мысль, я не могу, на самом деле. Вот у меня такое ощущение, после того, как вы сказали о смерти, о том, что подумают, как, ну, вот аналогия тоже для нашей всей России. Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем, вот, упирались в нашу экономику, там, как... А сейчас у нас появилась мечта. У нас появилась... Вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем, и это дольше, чем вот мы, да? Какой мир мы будем строить дальше? Это не материальная мечта, да? Абсолютно, нет, нет, это не материальная мечта. Это высокая цель, которая... Как говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно. Ну, это так и должно быть. Но на фронте, что интересно, ну, я не могу говорить за всех, я, конечно, вижу только определенное количество людей. Там настолько четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют. И, конечно, это такой реально подъем духа. Ну, это видно. Я поздравляю всех с наступающими праздниками, с Новым годом, и надеюсь, что Новый год будет победным. Увидимся уже после праздников. Пидорас! Пидорас! Пидорасина! Пидорасина!